Древнюю культуру привлекают современного человека. Сегодня они кажутся нам носителями тайных знаний, полученных от богов или высшего разума, или даже от инопланетных цивилизаций. Но действительно ли наследие древних имеет в себе столько мистики? Сейчас много можно услышать о конце света согласно пророчествам древних майя, и многие даже не догадываются, что майя никакого конца света на самом деле не предсказывали. Королевское телевидение Белоземья представляет Культура древних майя полнотайны загадок, многие из которых еще не раскрыты. Цивилизация майя зародилась в 2000 году до н.э. и просуществовала до испанского завоевания. Она впитала в себя наследие более древних месоамериканских культур, испытала влияние соседних народов. Однако период расцвета приходился примерно на 8 веков, начиная с 3 века н.э. После 11 века многие города майя пришли в упадок. Люди внезапно начали покидать города, бывшие религиозными центрами, сосредоточением науки, ремесла, торговли и политики. Почему же это происходило? Выдвигаются различные гипотезы. Эпидемии, войны, природные катастрофы. А возможно, все эти беды вместе. Некоторые города-государства все же дожили до появления испанцев и даже успешно посопротивлялись вторжению. Но вернуть былое величие во всей полноте древней майя больше не удалось. Майя были аграрной цивилизацией. Занимая земледелием, наблюдая за природой, они накапливали знания об окружающем мире. Особых успехов достигли астрономия, математика, строительное искусство, обработка камня, медицина. Астрономические наблюдения и математические расчеты были необходимы не только для земледельческих работ, но и для религиозных ритуалов и церемоний. Как и во многих древних культурах, главными хранителями знаний выступали жрецы. Благодаря этим знаниям они предсказывали смену сезонов, наступление солнечных и лунных затмений, различных природных явлений. Это укрепляло веру простых людей и могущества богов и их служителей-жрецов. Майя создали уникальную систему иероглифической письменности, благодаря которой они записывали даты важнейших событий, сражений и религиозных праздников. До нас дошли надписи, высеченные в камне. Но майя умели делать бумагу, и у них были рукописные книги. К сожалению, большинство из них погибло во времена Конкиста, сохранилось лишь несколько кодексов майя. Долгое время письменность майя не могли расшифровать. Это удалось советскому ученому Юрию Валентиновичу Кнорзову. Теперь, когда тексты майя подавались прочтению, они существенно дополнили археологические источники, пролили свет на многие тайны этой великой цивилизации. Стали известны имена богов и правителей. У майя была сложность календарной системы. Они считали время на много веков вперед и назад. В мифологии майя говорилось, что мир создавался и разрушался несколько раз. Но ни в пророчествах майя, ни ацтеков не содержится никаких указаний на то, что именно в 2012 году произойдет конец света. 21 декабря 2012 года всего лишь заканчивается один временной цикл и начинается другой. Все построения катастрофы исходят из двух источников. На юге штата Табаско обнаружена полустертая надпись 7 века о том, что в конце Бактуна, календарного цикла майя, прибудет бог войны, раздора и смерти. В книгах пророка Ягуара 18 века содержатся туманные намеки на то, что финал Бактуна принесет бедствие и в то же время положит конец испанскому владычеству в Мексике. И даже если бы майя предсказали конец света, неужели стоило бы безоговорочно верить древним пророчествам? Если бы майя были такими хорошими предсказателями, то неужели они бы не знали о том, что в 16 веке их ждет испанское завоевание? Грандиозное событие в истории американского континента ускользнуло от внимания жрецов, а ведь оно, по идее, должно было их заботить куда больше, поскольку оказалось более укубительным для их культуры, чем все предшествующие междоусобицы и столкновения с соседними народами. Субтитры создавал DimaTorzok